Начну сегодняшний вебинар я. Мы поговорим о том, что надо знать автору книги о библиографическом оформлении, индексации для успешной публикации, а в целом об оформлении вообще. И у нас в гостях сегодня Анна Ивановна Иванова, ответственный редактор, исполнительный директор издательства Директ Медиа, которая и расскажет нам об оформлении изданий уже с точки зрения редакции, с точки зрения верстальщиков, редакторов, тех людей, которые занимаются как раз работой с авторами. Мы разберем типовые ошибки, посмотрим правильные варианты оформления и какими документами, какие госты должны быть обязательно под рукой, когда мы готовим свою книгу к печати. Это все не такой простой, как оказывается процесс. Написала, отдала и оно как-то само вышло. Оказывается, нет. Много чего нужно учитывать и авторам в том числе. И вот как раз у нас сегодня такой удачный вариант, когда представители редакции с другой стороны, баррикад, расскажут нам о том, что мы делаем не так, или наоборот похвалят, когда мы делаем все правильно. Но прежде чем я приглашу Анну Ивановну в студию, буквально несколько слов про то, что же нам надо знать. Да, ну и вот так вот у нас тематика немножко расширилась. Мы поговорим об оформлении вообще. Но начну я все-таки с библиографических вещей. Вот такой вот страшный слайд покажу вам сразу. Мы его разбирали на нашем курсе «Библиография для небиблиографов». И я его давала как такую подсказку при работе с источниками информации. Вот посмотрите, титульный лист, что находится на титульном листе, как оно называется, это размещено слева нашего слайда. А справа написано, в какие области библиографической записи или библиографического описания эти данные потом идут. Мы же говорим, что источником для библиографии, для составления описания у нас является титульная страница, титул, титульный лист и оборот титульного листа. Вот что мы отсюда берем и куда мы это в наши библиографические записи вставляем, где брать эту информацию. Для сведения об ответственности, места издания, сведения, относящиеся к заглавию и прочее. Вот такая подсказка. Но для этого титульный лист должен быть оформлен грамотно и правильно. Если здесь будут допущены ошибки, они уйдут вот сюда, они уйдут в библиографическую записи, они уйдут в каталоги и пошло гулять по свету. Поэтому очень важно, когда мы сами публикуем, особенно свои работы, выстраданные, вымученные, проверять титульный лист, проверять все, что должно на нем быть, правильно ли оно оформлено, потому что сами же потом будем от этого страдать, если что-то не так. И оборот титульного листа тоже самое. Откуда брать сведения из источника, куда его ставить? Классификационные индексы УДК, ББК и авторский знак. Вот они слева наверху. Сведения о лицах, участвовавших в создании издания. Все макеты аннотированной каталожной карточки, знак копирайта, международный стандартный номер. Вот практически все элементы, то, что у нас потом пойдет в библиографическую запись. Почему нельзя брать вот прям только вот отсюда? Мы взяли вот это вот, выходные данные и все. Они оформляются немножечко по-другому. Там действуют другие ГОСТы. Какие ГОСТы Анна Ивановна нам сегодня тоже расскажет. И могут быть расхождения с теми требованиями, которые есть. Например, у нас в методических рекомендациях к библиографической записи, библиографическому описанию. Это действительно макет каталожной карточки. Вот он, так называемый. У нас в запись могут идти другие сведения. Здесь нет, например, сведений, относящихся... Вот какие-то сведения не указаны, которые были на титульном листе. Поэтому... Но оформить эти выходные данные тоже нужно грамотно и правильно. Вот как это все оформляется, какие здесь допускаются ошибки, это уже прямо вот сама с нетерпением жду, когда Анна Ивановна нам про это расскажет и покажет. А я вам сейчас покажу просто... У нас предыдущий вебинар был как раз только-только закончился. Я бегом сразу к вам. Может быть, кто-то здесь был из участников нашей первой сегодняшней встречи, наверняка. Вот мы более подробно говорили об индексации. А УДК, ББК, что это за индексы? Ага, были, вижу. Ирина Козырская, вижу. Авторский знак, откуда их брать? Как... О, да сколько же нас все наши? Много, отлично. Как индексировать? Какие здесь могут быть моменты, на что обращать внимание? Мы об этом говорили на предыдущем вебинаре. Поэтому, если кого-то не было, не расстраивайтесь. В записи можно будет посмотреть. И тем более я пройдусь по самым основным моментам. УДК и ББК – это две классификации, два варианта. Универсальная десятичная классификация, основанная на десятичной классификации Дьюи. И наша родная ББК – библиотечная, библиографическая классификация, разработанная у нас в стране. Под руководством Эдуарда Рубеновича Сукиосяна. Замечательный человек, прекрасный библиограф, библиотековед, к сожалению, недавно от нас ушедший. Замечательные статьи. Если увидите, берите, читайте, не пожалеете. Прекрасные книги. И вот он был главным редактором таблиц ББК. Это наш национальный стандарт классификации. А это уже, скорее, ближе к области международных стандартов. И вроде бы они похожи. Вот я вам даже две таблички основных делений показываю. Но есть и отличия. Они немножко отличаются. Например, у нас есть четвертый раздел – сельское и лесное хозяйство. А ББК, он относится совершенно в другой раздел. А четвертый не существует. Он свободен с 61-го года. То есть вот такие вот моменты тоже обращайте внимание, чтобы случайно ББК вам кто-нибудь не поставил, если вы поручаете кому-то, четвертый индекс. Потом оказалось, что человек просто перепутал, не по тем таблицам индексировал. Из чего состоит структура нашей библиотечно-библиографической классификации? Есть так называемые основные таблицы. В них включены основные индексы, основные коды. Есть вспомогательные таблицы типовых делений. Их много. Мы сегодня как раз по ним прошлись на нашем вебинаре. Их много. Каждая из них относится к своей определенной тематике. И есть те таблицы, которые относятся ко всей классификации целиком, к разным разделам, могут быть применимы. А есть таблицы, которые относятся только к определенным разделам, но могут быть применимы в рамках этого раздела ко всем, ко всем индексам. А есть те, которые относятся к нескольким разделам. То есть здесь вот надо смотреть по основным таблицам. Если вынесена отдельно вот эта вспомогательная таблица, значит, она относится ко всем. А если она идет внутри основного раздела ББК, значит, она относится только к этому разделу. А в другой раздел ее уже применять нежелательно. Третий раздел – методические указания, АПУ, алфавитно-предметный указатель и приложение. Вот начинать работу что с ББК, что с УДК лучше с алфавитно-предметного указателя, если вы вообще-вообще с этим не знакомы. Это как словарь перевода с человеческого языка на искусственный язык информационно-поисковый, на язык индексов. Поэтому посмотрели ВПУ, но после этого не записываем тот индекс, который он нам предлагает, а по этому индексу ищем его вот здесь, в основных таблицах. Это как второй словарь обратный с индексируемого, с языка индексов на человеческий. Знаете, как русско-английский, англо-русский. Вот у нас два словаря. И мы обоими пользуемся и в одну, и в другую сторону. Но индексы, которые вы в ВПУ находите, обязательно по основным таблицам нужно проверить, потому что там дается расшифровка, что подразумевается под этими страшными цифрами, их сочетанием. И если нас это не устраивает, то тогда нам придется воспользоваться вспомогательными таблицами, чтобы найти подразделения, уточнения и добавить их в свой индекс. Вот ресурсы. Да, и для индексации ВПУ есть онлайн ресурсы. Ресурсы сейчас покажу. СУДК. То же самое. Есть основные таблицы, есть вспомогательные таблицы, только здесь проще. Они относятся не к отдельным разделам, а вот ко всему словарю целиком. И есть алфавитно-предметный указатель. Вот три основные части. Но алфавитно-предметный указатель, он может быть отдельно для основных таблиц и отдельно для вспомогательных. Ну, в принципе, удобная структура и ей удобно пользоваться. ГОСТ, который регламентирует использование универсальной десятичной классификации, структура правила введения и индексирования, они изложены вот здесь, в ГОСТе 7.90.2007. Ссылка активна. Скачайте презентацию из вложений, и можно будет по этой ссылке переходить прямо к тексту самого ГОСТа и им пользоваться. И структура УДК. Также есть основные таблицы, первый ряд. Вот оно. Да, так, это у нас что? Да-да-да, вот. Вот, это у нас ББК проскочило, нечаянно второй раз у нас этот слайд остался. Кроме четвертого, да, на втором слайде у нас эта табличка есть. Сейчас я вам покажу. Вот, вот она. Общий отдел философские науки, религия, атеизм. Ну и вот первый отдел общий. Дальше пошли три. И последние три, вот так вот они разделены. Это то, что относится к общественным гуманитарным наукам. И пятый, шестой. Это математика, естественная науки, прикладные, медицина и техника. И иногда возникают вопросы, а вот есть ли у нас вроде бы про математику, но в то же время про технику. Только смотрите. Математика, естественная науки в пятый раздел, как правило, собирается все, что относится к теории. А вот прикладные науки, техника, медицина. Вот сюда уходит все, что относится к практическому применению, к технологическим аспектам производства. Это уже уйдет в шестой раздел. Просто для себя так кратко взять на заметку, что пятая теория, шестая практика. И вспомогательная таблица универсальной десятичной классификации. Вот я тоже вам такую подсказочку здесь еще раз показываю. Те, кто был, помнят. Те, кого не было, можно будет посмотреть. Мы ее подробно разбирали, посмотреть записи предыдущего вебинара. Очень важно ставить, например, такие знаки, как скобки. Если мы ставим знак «равно», это знак, обозначающий, что эта книга на каком-то языке, и пишем, например, из таблицы берем обозначение, что у нас книга на английском языке, у нас получится «равно» 111. Но если мы поставим круглые скобки, то получится, что эта книга об англичанах. Ну, вот смотрите, забыли мы поставить круглые скобки, и у нас англичане превратились в английский язык. То есть здесь вот такие нюансы. Нужно обязательно смотреть, как правильно записываются вот эти самые определители, которые добавляются к нашим индексам. И это вот самые основные, их больше на самом деле. Ну, это те, с которыми мы чаще всего сталкиваемся, и которые чаще всего используем в своей работе. И вот примеры я вам здесь тоже привела, как будет выглядеть индекс вот с таким определителем, конкретизированный. Например, у нас речь идет о судостроении Лондона. Вот мы берем индекс судостроения, но у нас не просто судостроение, а в Лондоне. Значит, нужно добавить определитель Лондона. И вот мы идем в дополнительную вспомогательную таблицу. Вот она, определитель места. Ищем там, Лондон. И видим, что у него вот такое вот обозначение. И обязательно в скобочках мы его добавляем. И теперь у нас получился правильный индекс. Или вот такая статья. Там добыча нефти в условиях песчаных пустынь. Основной у нас все-таки добыча нефти. Суть нашей статьи. Но добавлены условия песчаной пустыни. Ровно так же идем в вспомогательную таблицу. А там есть все. И горы, моря, океаны. Все, что угодно. Находим определитель песчаной пустыни. Он ровно так и называется. Находим в основных таблицах добыча нефти с природным газом без него. У нас ничего не сказано. Без природного газа или с природным газом. Окей. Добавляем. И вот у нас сложился индекс. Добыча нефти в условиях песчаных пустынь. Все, мы его сделали. И здесь мы задействовали и основные таблицы, и вспомогательные. Вот вспомогательные помогают нам добавлять вот эти самые индексы, которые конкретизируют и помогают нам более точно составить индекс для нашего издания, для нашей книги или статьи. И знаки универсальной десятичной классификации, которые используются при индексации. Вот эту табличку я вам даю с кратким пояснением. На вебинаре предыдущем записи обязательно посмотрите на канале Директ Академии. Через пару дней она там уже будет. Мы очень подробно просто по этим знакам проходились, и каждый из них разбирали достаточно подробно. В УДК, в ББК немножко другие знаки. Плюс, например, там другой знак используется вместо плюс. И тоже можно будет посмотреть. Более подробный вариант, как это используется с примерами. И ресурсы онлайн для индексации УДК. Тоже вот мои два любимых. Самые первые. И я попробую их вам сегодня тоже показать. Здесь ничего особо страшного нет. Есть сложность в том, чтобы определить суть, скажем, своего произведения и подобрать вот тот или составить тот нужный индекс, который отражает его сущность, его суть. Но если мы говорим о работе с издательством, то здесь гораздо проще. Здесь еще подключаются редакторы, здесь подключаются сотрудники издательства, которые помогают нам и с индексацией в том числе. Ну, по крайней мере, в Директ Медиа точно очень внимательно относятся к авторам издательств. Конечно, издательства бывают разные. Но здесь важна вот такая совместная работа автора и сотрудника редакции. Потому что все равно, кроме вас самих, никто лучше вашего произведения и всех нюансов, поворотов сюжета и особенностей рассмотрения вопроса знать не может. Только вы сами. Поэтому, как специалисты, вам помогут не потеряться в этом мире индексов, а вы уже должны тоже помочь сотрудникам издательства, ответить на их вопросы. И вот за счет такой совместной работы, плюс еще есть различные онлайн ресурсы, мы вот эту вот работу спокойно можем проделать. Ну и, с другой стороны, если за вас эту работу издательство взяло на себя, все равно перепроверьте потом, чтобы не было казусов. Опять, из-за того, что вы лучше, как автор, знаете нюансы своего текста. И вы можете понять, что формально-то вроде бы индекс правильный, но по сути не туда, не так должно быть. В другой раздел должна попадать книга. Это еще и от читательской аудитории, целевой аудитории будет зависеть. Поэтому вот этот момент имейте в виду. Авторский знак последнее, что у нас используется в индексации. Это условное понятие для обозначения первого слова библиографической записи. Либо заголовка, либо заглавие. И структура авторского знака очень простая. Это начальная буква первого элемента библиографического описания, фамилии автора или начало названия книги. И цифра, соответствующая первым слогам, последующим или последующим слогам и буквы с сочетанием первого слова. И для определения авторского знака также существуют свои таблицы, так называемые таблицы Хавкина. Это в 1916 году. Вообще авторские таблицы с конца 19-го, начале 20-го века. И были разработаны не у нас, но уже были известны. Там была сложная очень структура, а вот Любовь Борисовна Хавкина в 1916 году сделала классную вещь. Она разработала вот эти самые таблицы, которые позволяют нам очень быстро авторские знаки определять. И до сих пор они еще остаются актуальными, и лучше пока еще никто ничего не придумал в области авторских знаков. Ну вот, коллеги, обещала показать вам онлайн-ресурсы. И очень быстро я вам сейчас покажу. Ссылки на них есть. Вот они, про авторский знак, про УДК и про ББК. Вот они есть. Здесь еще есть дополнительные, поэтому презентацию скачайте, можно будет выбрать, подобрать под себя. Я вам покажу просто несколько ресурсов по индексации. Сейчас попробую запустить свой рабочий стол. Скажите мне, пожалуйста, коллеги, если видно экран, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Я сейчас зайду, посмотрю. Есть. Ага. Если кто-то со смартфонов, может быть, не видно. Вот, посмотрите, вот один из моих любимых таких онлайн-классификаторов. Наверняка многие им пользуются. К сожалению, в середину экрана переместить не могу, но вот такая недоработка интерфейса этого. Могу только увеличить текст. Ну вот так вот он сделан, что на большом экране открывается где-то в серединочке. Но очень удобный онлайн такой справочник по УДК. Вот они, основные таблицы. Здесь открываются сразу основные таблицы. И дальше мы с основными разделами. И дальше мы уже переходим. Например, нас интересует экономика, народное хозяйство. Вот оно. Переходим. И вот они пошли. Дальше пошли под разделы. Код по УДК. А у нас, например, книга относится к заработной плате. И вот мы находим. Ага, труд, наука о труде, экономика труда, организация труда. Наверное, больше здесь ничего такого нет. Финансо-банковское дело явно не сюда. Наверное, наша книга относится сюда. Расчет заработной платы и так далее. Открываем. И вот смотрите, пошли дальше. Подразделения. Вот он. 331. Вот персонал отделов кадров, суды по разбору альтернативной. Вот. Точно. Есть. Заработная плата. Оклады премии на отбавки к заработной плате. Гонорары. Наши? Наши. Но здесь, видите, синенькие в горе. Значит, есть еще какие-то подразделения. Открываем. Смотрим. Ага. Вот оно пошло, да? Вот как здесь много всего еще написано на эту, казалось бы, тему. А вот 13-я зарплата вообще относится, обращайте внимание, в область примечания. Она вообще относится к другому, оказывается. Вот она где сидит, в каком разделе. Не забыть бы туда посмотреть. И смотрим. Вот если у вас, например, речь в вашей статье шла об видах заработной платы, в какой-то сфере деятельности, то тогда мы ставим индекс 331, 22, двоеточие, и дальше записываем, например, в сфере торговли. Тогда мы смотрим, возвращаемся обратно, смотрим индекс, находим торговлю в целом вообще как сферы деятельности и добавляем его. Тогда у нас будет соответствовать индекс сути нашей работы. Если же у вас просто речь идет о заработной плате, окладе премии, какой-то теоретический материал, например, то тогда вы можете оставить и более общий индекс. То есть детализация только по мере необходимости. Ну, вот такой вот совершенно удобный, простой УДК, такой генератор онлайн-ресурс, который помогает нам очень быстро найти нужные для нас индексы. Есть еще, но в дополнение к нему, когда мы сталкиваемся с более серьезными случаями, есть вот такая хорошая еще вещь. Они очень хорошо работают в паре. Универсальная десятичная классификация на сайте наукпро.ру. И вот здесь, да, если не смотрим про прием в авторские монографии, периодически реклама может попадаться. Очень хорошо представлена структура самой универсальной десятичной классификации. Прямо можно ее наглядно увидеть. Вот то, что мы уже видели, а дальше пошло то, чего там мы не видели в предыдущем варианте. Алфавитно-предметные указатели, то, о чем я вам говорила, к основным разделам УДК. Вот у некоторых разделов есть свои алфавитно-предметные указатели, поэтому можно пользоваться ими. И вот те самые вспомогательные таблицы, которые мы с вами рассмотрели, вот они, видите, их гораздо больше, чем те, о которых мы говорили. Но у нас наиболее часто используемые мы с вами рассмотрели. И есть вот еще алфавитно-предметные указатели к вспомогательным. Мало того, что сами вспомогательные таблицы, к ним тоже есть алфавитно-предметные указатели. Если взять за правило, что начиная поиск сначала с алфавитно-предметного указателя к вспомогательным таблицам или к основному разделу, искать становится гораздо легче. Вот эти два классификатора, они как бы дополняют друг друга. Здесь быстро, здесь посложнее, подольше, но можно найти очень такие сложные вопросы, ответы на сложные вопросы. Еще один по ББК, еще один ресурс, надеюсь, что все у нас видно, ресурс по сокращенным таблицам ББК. Вот он, вот такой, вот так вот он выглядит. Можно основные сокращенные таблицы и плюсик, минусик. Ай, вот что-то у нас он не показывает. Сейчас посмотрим. Здесь не пошло, хотя у нас работало. Вот, все, обновить нужно было. Все, заработал. И вот тоже можно примерно по тому же принципу поработать с таблицей ББК, подобрать свой индекс. Если мы его выбираем, он у нас уходит вот сюда, видите, и встает. И можно нажать запомнить, вот он его сюда запоминает. Но опять же, имейте в виду, если здесь нам прям по порядку слева направо от общего к частному. Как наберем, то он нам сюда и сгенерирует. И вот есть два варианта. Либо индекс ББК сокращенных таблиц, либо словесная формулировка деления сокращенных таблиц ББК. Что мы выберем, то он нам сюда и будет записывать. Это вот один вариант. И есть хорошие вещи, электронный эталон ББК на сайте РГБ, Российской государственной библиотеки. Здесь приведены, вот на этом сайте, давайте я вам ссылочку прямо в чат скину, чтобы вам можно было к нему сразу перейти. Вот на этой странице приведены правила работы, что куда нажимать. Их лучше всего с самого начала посмотреть, что где находится, порядок, что набрать, что нажать, для того, чтобы получить результат. И дальше идет переход к электронным таблицам. А сами электронные таблицы у нас находятся вот здесь. Ссылочку я вам тоже на всякий случай в чат дам, хотя на слайде она тоже есть. И здесь, да, нужно приноровиться немножко и обязательно прочитать саму вот эту методичку по работе с этим указателем, классификатором. И вот здесь, смотрите, нужно выбирать. Есть несколько вариантов. Есть полные таблицы, есть средние, есть сокращенные, есть для детских школьных библиотек и так далее. И вы выбираете то, с чем вы будете работать. Выбираете сокращенные, он вам выдаст все по сокращенному таблицу. Установите полные, он вам будет показывать полные таблицы. Поэтому, когда вы занимаетесь индексацией, особенно для статьи в журналах, для книг, уточняйте, по какому варианту таблиц нужно проводить индексацию, потому что они могут быть разные. Есть ББК, есть АПУ и есть методические указания, которые тоже можно посмотреть. И вот мы открываем каждый раздел, можем посмотреть, вот как они представлены. Там вот по полным таблицам, а мы сейчас посмотрим, попробуем по сокращенным. Да, вот, вот наш родной, наши сокращенные таблицы, вот они пошли. СТД, специально типовое деление, это вот вспомогательное деление, вот там находится сырье и материал. Если есть плюсик, открываем, смотрим, что там дальше. И есть алфавитно-предметный указатель, которым точно так же легко пользоваться и который помогает нам справиться с индексацией по ББК. Ну, вот такие вот два онлайн-ресурса по УДК и ББК, которые у нас есть. И по авторским таблицам Хавкиной. Есть много разных генераторов. Ну, например, вот такой типография, новый формат. Но более точные варианты можно получить вот здесь. Такие эластичные таблицы Хавкиной, они дают более точные результаты. Ссылку я вам тоже в чат на всякий случай сбрасываю. И вот как это выглядит. Например, открываем. Автор, смотрим. Сейчас попробую вам увеличить, чтобы лучше было видно. Вот. Сочетание первых букв и авторский знак ему соответствующий. Но, а если у нас не кад, а там кадушкин, например, какой-нибудь. Какой знак присваивать. И вот мы смотрим. Есть расшифровка, есть двоичная система авторских знаков, а есть троичные авторские знаки. И вот раскрываем и смотрим. Здесь, видите, больше сочетаний букв приводится. Первых букв. И вот смотрим. Кадушкин у нас тут есть, у нас его тут нет. Где-то между кадр и кады. Вот здесь он у нас должен быть. Тогда мы присваиваем. Есть такое правило. По предыдущему, к предыдущему. У него будет тоже К-137. Но стоять он будет на полке и в очереди алфавитной. После всех на кадр авторов. Вот туда. Последним. Если слога нет, то по предыдущему. Самому ближайшему. Предыдущий у нас К-137. Есть такое правило присвоения авторских знаков. Такая вот интересная табличка, которая помогает очень-очень быстро находить авторские знаки и расставлять их для нашей классификации и для нашей индексации. Ну вот вроде бы и все из электронных ресурсов. Возвращаясь к нам, к нашей презентации. Вот это то, что хотелось рассказать вам про наши вопросы индексации и оформления. Как это связано с библиографическим оформлением. А теперь, коллеги, самое интересное наступило. Я хочу пригласить к нам сюда в студию нашего сегодняшнего гостя. Я открою заодно вам презентацию для скачивания нашего сегодняшнего гостя Анну Ивановну Иванову. Ответственного редактора, исполнительного директора издательства Директ Медиа. Которая и расскажет нам о правилах оформления именно уже с точки зрения редакторов, издательств. Как что правильно делать и где мы катастрофически ошибаемся. Анна Ивановна, рада вас приветствовать и передаю вам слово. Добрый день, Татьяна. Спасибо большое. С удовольствием послушала на УДК ББК. Дорогие друзья, если меня хорошо видно и слышно, поставьте, пожалуйста, огонечки. И я готова рассказать вам, как видим эту ситуацию мы. Ну, конечно, при оформлении любого издания редакторы пользуются определенными правилами. Ну, это все верно, Татьяна заметила. Правила эти закреплены в стандартах, в государственных стандартах. Сейчас я перелесну вам презентацию. Стандарты эти готовит комитет по стандартизации, а разрабатывает Российская книжная палата. Вот в данный момент действующим является ГОСТ Р704-2020. Он пришел на смену, если я не ошибаюсь, ГОСТу 2006 года. И вообще, в принципе, то, что ГОСТы меняются, ну, хотя бы в 5 лет раз, это очень хорошо. Стандарт этот предназначен для издателей полиграфических и книготорговых предприятий. Однако уже на подготовке рукописи к изданию современный автор, ну, современный автор именно, я бы ударение здесь поставила, должен учитывать правила оформления издания. Конечно, это облегчает работу и редактора, но в то же время все, по крайней мере, наши авторы понимают, что если вдруг будет неправильно оформлена рукопись, конечно, его подстрахует редактор, который отвечает за эту книгу. Мы ее приводим в порядок перед выпуском, но знать, как именно оформляется то или иное издание, должен, конечно, каждый автор, чтобы при проверке макета, обратить внимание и не упустить из виду ключевые моменты оформления, которые в итоге способны сыграть такую важную роль в дальнейшей жизни книги. Для начала уточним, где именно указываются выходные сведения, на которые вы должны обращать внимание, ведь именно вы утверждаете свои макеты. А дальше перейдем уже к более таким узким моментам, которые я выделила как требующие внимания. Итак, выходные сведения книжного издания приводят на контртитуле. Если кто не знает, это так называется противоположная лицевой стороне титула страничка. Вы наверняка ее встречали. Она содержит некоторые выходные данные издания, чтобы облегчить саму титульную страницу. Так используется для такой информативной разгрузки. Разумеется, выходные сведения приводят на самой титульной странице, обороте титульного листа, концевой титульной странице, а также на обложке, на переплете есть книги, у которых, видите, выносится информация иногда об авторах, иногда о самом издании, иногда копируется аннотация именно на задней книге. Есть книги, которые, в принципе, лишены этого, но на самом деле это на усмотрение издателя или автора. То есть книга может быть оформлена, а может быть не оформлена сзади, на переплете. При отсутствии титульной страницы или оборот титульного листа соответствующие выходные данные указывают на обложке или на переплете, а также на концевой титульной странице, то есть самая последняя страничка блока книги. Итак, что такое выходные сведения? Я думаю, что все присутствующие на этом вебинаре, в принципе, знают. Ну, мы можем их как-то немножко пройтись по ним для памяти, да. Выходные сведения у нас туда относятся над заголовочные данные, имя автора или соавторов, основное заглавие издания, параллельное заглавие издания. Это если мы говорим об иноязычной книге, которая относится и к другому языку, о ней я обязательно скажу чуть позже, потому что вот в последнее время мы работаем с очень... очень плотно работаем с пулом автора, которые делают книги и по английскому языку, по немецкому, итальянскому и так далее. Подзаголовочные данные, выходные данные, классификационные индексы УДК, ББК, да, Татьяна очень хорошо про них рассказала, и у нас был огромный вебинар, очень подробный, так что если пропустили, действительно, это стоит того, чтобы его хотя бы послушать в записи. Авторский знак, тоже Татьяна немножко говорила о нем, я, скорее всего, не буду касаться, потому что... ну, пару слов скажу, ладно. Знак информационной продукции или текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей, сведения об издании, из которого сделаны, допустим, перевод или перепечатка, ISBN, принятое обозначение международного стандартного книжного номера. Также есть тоже номер для музыкальных изданий. Если тут кто-то присутствует, кто пишет книги по музыке, вот у них номер, конечно, немножко другой, да, там используется слово «music» вместо «book». Знак охраны авторского права, да, это обязательно надвыпускные данные и выпускные данные. Дополнительно издатель, и стандарт это оговаривает, может использовать, указывать такие сведения, как на свое усмотрение абсолютно, о рецензентах. Мы стараемся, так как у нас все-таки полкниг идет для учебной литературы, научной литературы, мы стараемся привлекать рецензентов и обязательно указываем сведения о них. Сведения об организациях и лицах, содействующих выпуску изданий, да, это тоже можно указать. Сведения о федеральных, республиканских, областных и других программах, в проектах, в рамках которых выходит издание, например, в рамках гранта, издательская аннотация или макет аннотированной карточки, идентификатор цифрового объекта, это DOI, номер государственной регистрации обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме крайне редко указывается, но тоже бывает. Сведения о лицах, осуществивших предпечатную подготовку издания, корректор, технический редактор, дизайнер и так далее, и другие сведения, которые издатель считает нужным, важным разместить именно в книге. Итак, немного вернемся к ГОСТу 20-го. Общие положения. Когда вы начинаете работать уже с оформлением своей книги, там все очень подробно написано, поэтому не поленитесь, посмотрите, правильно ли вы начинаете. Выходные сведения изданий – это комплекс элементов, характеризующих издание, предназначенных для его оформления, идентификации, информирования потребителей, библиографической обработки и статистического учета. Состав, перечень и расположение выходных сведений зависит от вида издания. Мы чуть-чуть этого коснемся, но на самом деле есть определенные правила оформления, и они закреплены, определенные места закреплены, то есть здесь запутаться, ну, в принципе, невозможно, а если у вас есть еще и образец, так это вообще замечательно. Выходные сведения приводят на языке основного текста издания. Выходные сведения могут быть параллельно указаны и на ином языке, я уже говорила об этом, например, на титульной странице или на контртитуле, на дополнительной титульной странице и на дополнительном обороте титульного листа. Сейчас покажу вам такой пример. Вот слева вы видите вариант верного оформления книги, а справа оформление с ошибкой. В чем разница? Дело в том, что стандарт предусматривает оформление и на языке издания, и на языке, о котором мы говорим в книге. То есть справа у нас идет только немецкий язык. Это ошибка. Должно быть указано и на русском языке, и, допустим, в данном случае на немецком. Это важно, и мы стараемся блюсти со всеми книгами, языковыми книгами, с которыми работаем. Вообще, в презентации, если вы ее будете скачивать в образцах верного и неверного оформления, обязательно присутствует значок, когда есть ошибка, чтобы вы не запутались и видели, как неправильно делать, и так не делали. Следующее положение, которого мы коснемся, это положение из ГОСТа. Выходные сведения общие для всех или ряда томов издания должны быть представлены единообразно. Что это значит? Значит, на нескольких слайдах, вот я подобрала два слайда, на которых показываю вам, может быть, для вас слишком мелко, но я думаю, что при скаченной презентации вы разберетесь. Это две части, титульный и оборот титула, две части из четырех хрестоматий по туризму. Они оформлены единообразно, но в этих слайдах я прошу вас обратить внимание на ISBN. Ну, допустим, на примере второй части. Вот видите, первая часть и сразу вторая. ISBN присваиваются на издание единый, а на каждую часть присваивается дополнительный. Если при оформлении выходных сведений используют сокращение слов, то они делаются тоже в соответствии с ГОСТами. То есть первое, на что обращаем, на готовные издания на ISBN, второе – это на сокращение. Они все зафиксированы. Определенные ГОСТы, я списочек вам тоже подготовила в самом конце презентации. Совершенно точно мы знаем, как и что сокращать, используем это в выходных сведениях, запутаться там невозможно. Ну, примерно так же, как и суды КББК, все там идет друг за другом. Издатель может приводить данные об издании, не предусмотренные этим стандартом. Об этом я упоминала чуть раньше. Эти данные не должны нарушать порядок расположения выходных сведений изданий, которые оговорены стандартом. Допустим, если мы указываем лица, участвующих в издании, ставим их копирайт, например, это нижний правый угол, то это должно быть строго отведенное место на листе. Правый нижний угол оборота титула. То есть даже если издатель фантазирует с вашей книгой, то будьте уверены, что его фантазия никогда не выйдет за рамки стандарта, и мы действуем в пределах определенных правил. Следующее, чего коснемся по стандарту, это имя автора. Бывает так, что мы пишем в соавторстве, бывает, что у нас коллектив авторов, коллектив из трех человек, коллектив из двадцати трех человек. Все это оговорено стандартом, как это все дело оформляется. Имя автора приводят над заглавием издания, в том числе и в переводных изданиях, на титульной странице книжного издания или на заменяющем ее элементе издания, на лицевой стороне листа листового издания, то есть книги. Что все это значит? Смотрим следующий слайд. Форма приведения имени автора и соавторов, инициалы, фамилия, имя-фамилия, просто фамилия, псевдоним, если уж на то пошло. Все это устанавливается автором и издателем. Порядок приведения имен соавторов определяется, как правило, степенью вклада этого автора в создание публикуемого произведения, то есть кто больше, тот и первый. И прошу вас обратить особое внимание на то, что если в библиографической записи указывается редактор книги, то соответствующая запись должна быть и на титульной странице. Мало того, что могут быть авторы и соавторы, но есть еще и подредакции ответственного лица, может быть, даже из состава этих авторов, он обязательно указывается на титуле. Это самая распространенная ошибка. Вот здесь мы видим двух соавторов. Разумеется, Софиолин вложил больше сил в эту книгу, поэтому он первый. А дальше, вот прошу вас посмотреть. Эта книга была сделана под редакцией. Об этом указано в выходных сведениях, но не указано на титуле. И это грубейшая ошибка. Вот правильное оформление. Под заглавием обязательно указывается редактор, и при этом присутствуют еще и авторы. Размещают выходные сведения в издании на самых приметных местах, то есть на обложке, на переплете, супероболовки, титули. Это мы все знаем. Но мы с вами еще немножко задержимся на оформлении авторства. Здесь есть несколько существенных моментов. Вот я думаю, что вам тоже в презентации не очень хорошо видно, но надеюсь, что когда скачаете, все это будет более очевидно. Данные об авторе приводятся в именителем падежа в той форме, которая устанавливается автором или издателем. Об этом я чуть-чуть ранее говорила. Включая псевдонимы, тоже оформляется в такой же форме. Имя, как правило, предшествует фамилии. То есть это вот такие негласные законы. Что касается соавторства, при двух-трех соавторах данные о них обязательно должны быть приведены на лицевой стороне титульного листа перед заглавием издания. Смотрите, пожалуйста, три соавтора приведены на титуле. Даже и редактор есть, тоже приведен. Но основная проблема, когда авторов больше. То есть у нас существует авторский коллектив. Здесь тоже есть правила, предусмотренные стандартом. Данные о четырех и большем числе соавторов требуются вносить на оборот титульного листа в его верхнюю часть перед перечнем фамилии авторов. На титуле мы разместили под редакцией. На обороте титула у нас есть авторский коллектив, который состоит из четырех человек. Третий скриншот – это концевой титул. Идет весь перечень авторов авторского коллектива по порядку. На усмотрение издательства на концевом титуле еще указываются дополнительные лица. Это ответственный редактор, это верстальщик, может быть, корректор и так далее. Это все может быть, может не быть, но, как правило, мы указываем человека, который отвечает за каждую книгу конкретно. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, о заглавии. Но, наверное, не о его создании, все-таки это лежит на плечах автора, о таком больном моменте, как о споре редактора с автором и наоборот. Попытаюсь здесь объяснить позицию редакторов. Стандарт не рекомендует выпуск изданий с малоинформативным типовым заглавием. Рекомендуется, чтобы заглавие кратко и как можно более точно определяло содержание изданий или выражало его смысл. И в то же время было привлекательным для читателей или покупателей. Это зависит от того, на что нацелена книга. Об этом обязательно скажу чуть позже. Иногда достаточно просто перенести часть названия в уточняющий подзаголовок, выделенный, допустим, другим шрифтом. Вот посмотрите на примере. До обработки у нас было такое очень емкое заглавие, тяжелое. При этом, ну, как бы, да, оно полное, тут ничего не скажешь. Но при этом, когда книгу мы держим в руках, что мы видим? Мы видим самое главное. «Апостол Германии» Бонифаций, архиепископ Маньский. Дальше мы применили другой тип шрифта. Чуть ниже, еще более уточняющие о временном периоде указали. И название совершенно удобоваримое, книга довольно достойная. Но это то, что касается, допустим, какой-то игры, да, со шрифтами, с цветами. А вот что касается, в принципе, названия произведения, редакторы, конечно, хватаются за голову перед огромным заглавием, которое очень сложно переработать. Поэтому, уважаемые авторы, если вы делаете книгу, делайте ее удобоваримой, думайте о своих читателях. Понятно, что хочется запихнуть в название как можно больше информации, чтобы прямо в названии прочитал, все знаешь, про что книга. Не надо так делать, мы же их продаем. Поэтому думайте над названиями, делайте их интересными. И названия, и аннотация, они не только для того, чтобы человек понял, о чем книга, но и для того, чтобы он приобрел и узнал еще больше. Держим это в голове и думаем об этом постоянно. Отдельно коснусь заголовков языковых изданий, а точнее, ну, так называемых параллельных заглавий. На что тут обратить внимание? Параллельное заглавие – это основное заглавие на другом языке или в иной графике. Оно приводится наряду с заглавием на языке страны, которое осуществляет издание. И при этом отражает еще и второй, может быть, даже и третий язык, бывает и такое, многоязыковые издания. То есть второй, третий язык издания. Стандарт требует в изданиях со смешанным текстом на разных языках приводить заглавия на всех языках, использованных в этом издании. Это касается, прежде всего, изданий с параллельным текстом на разных языках, учебных изданий для обучения неродному для читателя языку. Посмотрите, пожалуйста, два примера оформления, они оба верны. Справа мы как раз видим использование контртитула, который, ну, собственно говоря, переносит информационную нагрузку с титула, да, вот, видите, когда мы так не делаем, не переносим на контртитул, то титул у нас перегружен. Ошибки нет в оформлении, но при этом информационная нагрузка идет максимально. Для этого разгружают и переводят, допустим, русскоязычное название идет на контртитул, а титул остается за языком издания. Такое тоже возможно. Имейте это в виду, и если у вас есть перегруженная, как на образце слева, перегруженный титул, конечно, лучше разделить, и удобно для восприятия, и не запрещено стандартным. А все, что не запрещено, разрешено. Переходим уже к следующему моменту. Это у нас состав подзаголовочных данных. Он имеет определенный набор. На лицевой странице титула стандарт обязывает разместить вот такие подзаголовочные данные. тематическое подзаглавие. Оно поясняет и уточняет заглавие. Жанр литературный или вид, подвид издания. Данные о связи с другим изданием, например, с основным изданием в отдельно выпущенном приложении. Читательский адрес, кому адресовано. Данные о том, с какого языка сделан перевод. И, допустим, в моноиздании о переводчике, можно сказать. Данные о том, что издание является тем или иным видом переработки оригинального произведения. Данные об утверждении издания в качестве учебного, допустим, официального или нормативного, то, что оно рекомендовано. Данные о составителе или ответственном научном редакторе, авторах предисловия, послесловия. Все это входит в состав подзаголовочных данных. Можно указать состав редколлегии и данные о повторности издания или изменениях в нем. Вот об этом хотелось бы поговорить подробнее о переизданиях. Тема эта очень актуальная. Все редакторы знают о том, как это оформлять. И, разумеется, здесь на связи с автором мы должны понимать, что там добавляется, перерабатывается, дополняется. Данные о переиздании указываются только в случае, если книга именно переиздается. То есть та же самая книга переиздается с какими-то изменениями или выпускается без изменений, с обновлением, допустим, просто года издания. Данные о переиздании у нас включают порядковый номер издания, причем стандарт требует указывать его в цифровой форме, арабскими цифрами. А поскольку это порядковое числительное, то к цифре нужно по общему правилу присоединять через дефис падежное окончание, например, третье издание. Данные о характере изменений обязательно указываем при переиздании по сравнению с предыдущим изданием. Например, если мы включаем дополнительные материалы, то будет второе издание дополнено. Если мы устраняли ошибки, опечатки и вносили небольшие уточнения, то это будет второе издание, ну или третье, четвертое и так далее, исправленное. Если мы в содержании, если содержание и форма подверглись существенным изменениям, тогда это будет второе издание, переработанное. Если заметны, заменены устаревшие какие-то материалы или внесены изменения, связанные с переменой взглядов, допустим, вот, бывает. Второе издание будет пересмотренное. Если издание дополнено материалом, исходя из более широкой трактовки или формулировки темы, то это будет второе издание, расширенное. Если это издание выпускается без изменений, то есть напечатано со стереотипов или с нового набора, допустим, с новой верстки, повторяющего набор прежнего издания или, допустим, репродуцировано с его страниц, допустим, 15-е издание стереотипное или просто 15-е издание. Характер изменений, конечно, может быть еще и комплексным, и тогда указаны все изменения, которые я указала, они употребляются вместе, допустим, они объединяются, исправленные и дополненные, расширенные и переработанные. То есть мало того, что передумал, еще исправил и расширил. Так бывает. Все это оговорено, все это допускается, редакторы об этом знают, но если вы вдруг перерабатываете какую-то свою книгу, то вы должны сами для себя понимать, как вы ее перерабатываете и употребить нужный термин. Следующий момент о том, что я упомянула как дополнительные сведения, которые указываются на обороте титула. Да, можно, и мы очень часто этим пользуемся, мы вообще рады тому, что есть книги, которые рекомендованы к использованию, к применению к учебному процессу в конкретном учебном заведении. Стандарт допускает на оборот титульного листа или на контр-титул указание сведений об утверждении издания в качестве учебного пособия, учебника или официального издания. Сведения о переводчике могут указывать составители, ответственные лица, иллюстратор, прочие лица. Мы об этом с вами уже говорили. В общем, все, что касается лиц, участвующих в этом издании или о рекомендации конкретно этого издания к применению в учебном процессе. Выходные данные. Собственно говоря, терминология выходные данные применима только к месту выпуска издания имени издателя и году выпуска издания. В этом же порядке и указывается на титуле в нижней части лицевой страницы титульного листа. Вот, смотрите, пример, выделенный желтым. Это вот как раз и есть те самые выходные данные. Выходные сведения это немного другое. Это то, о чем мы с вами говорили чуть раньше. Сюда относятся и УДК, и ББК, и АСБН, и авторские знаки. У них есть определенный состав, определенная последовательность, определенное место. Независимо от вида или подвида издания, на обороте титульного листа указывают классификационные индексы УДК и ББК. Татьяна уже об этом говорила, наверное, не буду распространяться сильно. Единственное, могу сказать, в рамках присвоения УДК и ББК, такой психологический момент работы с редактором. Понятно, что есть масса инструментов для того, чтобы присвоить индекс своему произведению самостоятельно. Но здесь почему прошу присоединить к этому процессу редактора. Если ваше издание предназначено широкому кругу читателей, то, как правило, мы принимаем решение, чтобы индекс был достаточно коротким, то есть охватывал наиболее широкую область применения. Это важно, например, для авторов, которые издаются на коммерческой составляющей. То есть их издания имеют коммерческую выгоду, с их использования авторы получают роялти, гонорары. Это значит, чем больше тематический охват показывает индекс, тем выше вероятность дохода. Если же издание у вас узконаправленное, например, оно будет использоваться только в пределах ЛУЗа, то индекс, конечно, можно применять более подробно, зашифровать все направления, тем, но будьте внимательны, неправильная шифровка может в корне изменить представление о содержании. Татьяна об этом говорила, и это очень важно, обратите на это внимание. Минуточку, пожалуйста, я сейчас отвлекусь. Рабочие процессы пошли. Если мы неправильно зашифруем, то книга может, вообще в корне может измениться представление о содержании этой книги. Книга может попасть в непредназначенный ей каталог. Поэтому, начиная думать над классификацией, над квалификаторами, пожалуйста, отталкиваясь от содержания книги и берите себе в друзья редактора, чтобы вместе обсудить, какая последовательность, какие темы там использовать, какие направления. Это лишним не будет. Итак, посмотрите, пожалуйста, на оформление. УДК, ББК это все находится в левом верхнем углу и завершает аннотацию чуть ниже справа. Еще Татьяна говорила о примененном авторском знаке Пухавкиной и даже рассказала, как это присваивается, фамилия автора, а дальше шифруются первые слоги. Не буду на этом останавливаться. Если вот важный момент есть, если авторов несколько, задают часто вопрос, что там будет за шифровка? Разумеется, если авторов два или три, то будет указан первый. Первый автор, тот, который внес наибольший вклад в создание книги, поэтому здесь не может быть через запятую и так далее. Чуть ниже обязательно размещается ISBN. В левом нижнем углу это обязательно, перед аннотацией это обязательно. По стандарту ISBN присваивают каждому новому изданию, каждому переизданному произведению, репринтному изданию, каждому изданию одного и того же документа произведения на разных носителей в разных машинопечатных форматах. Это да. Следующий знак охраны авторского права. Это тот знак, который мы используем в правом нижнем углу оборота титула. Скажу о нем подробнее. Знак охраны авторского права, если произведение или его часть относится к охраняемым авторским правам, эти элементы размещают по углам оборота титульного листа. В левом верхнем углу классификационные индексы авторский знак, в левом нижнем углу ISBN, в правом нижнем знак охраны авторского права, ну, как мы говорим, такой копирайт, такой кружочек. Знак охраны авторского права, что про него сказать, согласно статье Гражданского кодекса правообладатель для оповещения принадлежащим ему исключительным праве на произведение в праве использовать знак охраны авторского права. Вот, собственно говоря, и все. Произведения, которые написаны коллективом соавторов, они тоже имеют знак, зависит от формы соавторства. Сейчас я вам покажу, что имеется в виду. Допустим, у нас есть два соавтора и плюс еще и издательство. Мы обязательно должны уточнить, за что именно отвечает каждый копирайт. Если мы указываем авторов, то мы должны уточнить, что за ними стояло. Текст, допустим. Если мы указываем издательство, что за издательством стояло? Оформление. Если у нас тут появляется допустим фамилия дизайнера, мы указываем дизайн такой-то. Если указывается переводчик, то же самое. Бывает и такое, что в знаках авторского права указываются и наследники. Да, это правильно, авторским правом и так говорено, добавляется без проблем. Ну, наверное, здесь все. Чуть-чуть хотела сказать вам про аннотацию. аннотация у нас жадно характеризует тематическое содержание издания. О чем оно, какие темы освещают, его социально-функциональное и читательское назначение, его особенности, другие какие-то особенности, особенности формы. Стандарт рекомендует включать в аннотацию что? Вид издания, что это? Какое-то академическое, научное, научно-массовое для взрослых, для детей. И читательский адрес, то есть кому, для широкого круга читателей. Дальше в аннотации нужно, можно указать сведения об авторе, принадлежность к какой-то эпохе, к стране, национальность, социальная группа, литературное направление, время создания произведения. В общем, масса-масса. Как правило, редактор помогает составлять аннотацию. Если мы работаем с какой-то научной книгой или учебной литературой, как правило, авторы справляются сами, то есть они четко знают кому, что, кто. Если нет, то редактор обязательно вам предложит дополнение в аннотацию, которое вы можете использовать, или которое обязаны, допустим, использовать. Что еще в аннотациях? Можно указывать жанр, стилистические направления этого произведения. Разумеется, тема, проблематика, время. В общем, все зависит, конечно, от самого произведения, с которым мы работаем. В научных и научно-популярных изданиях обычно указывается состав и особенности аппарата к ней. как элемент выходных сведений аннотация может быть напечатана в составе макета, об этом я вам уже говорила, так и на обороте титульного листа и даже на обложке. То есть бывает, что выносит аннотацию, это совершенно нормально. Сегодня мне хотелось обратить ваше внимание на вот такие некоторые моменты, при которых работа автора наверное очень тесно связана с работой редактора и я уже об этом упоминалась раньше, макет книги утверждает именно автор, поэтому будьте предельно собраны, внимательны, редакторы вам всегда помогут, но если вы работаете в одиночестве, пожалуйста, вам на помощь придут госты. Все очень понятно написано, для всего есть расшифровка. вот в госте, который сейчас действующий, это четвертый раздел, общеположение по оформлению, полезный источник это первый, это основной действующий гост. Обещала вам еще указать шпаргалку. При оформлении выходных сведений используют сокращение отдельных слов и словосочетаний. Все они должны быть сделаны в соответствии с ГОСТами 7.11 и 7.0.12 возьмите тоже на карандаш. И еще, конечно, сейчас такое время, когда книга существует не только в печатном виде, но и чаще всего в электронном, то есть она изначально электронная, а потом мы можем ее печатать, а можем оставить в электронном виде. Вот для оформления выходных сведений электронных изданий существует ГОСТ 7.083, поэтому если вы работаете только для создания книги в электронном виде, обязательно посмотрите на правила оформления именно таких изданий. Это третий по порядку ГОСТ 7.083. Что мне хотелось бы еще сказать, что я надеюсь, что вы запомните этот вебинар и будете всегда иметь в виду, что издательство редактора всегда рады вам помочь. Поэтому если у вас возник какой-то вопрос, вы что-то не нашли или сомневаетесь, пожалуйста, совершенно спокойно пишите на адрес нашей электронной почты свои вопросы, редакторы вам объяснят, ответят, дадут необходимые комментарии, ссылки. Ну что, я желаю вам тогда творческих успехов, вашим книгам идеального оформления. Видела я в списке наших присутствующих и авторов нашего издательства, я думаю, что у них есть уже опыт работы с нами, они точно знают, что все можно решить, все можно сделать, и редактор вам в помощь. Ну что, Татьяна, я готова вам передать слово, надеюсь на встречу в будущем году со всеми присутствующими, обязательно нужно сделать вебинар такой более подробный, поэтапный, с чего начинать, что делать, и, наверное, по типам издания вам расписать, как это все применять конкретно уже к учебникам, монографиям, учебным пособиям, в общем, мы что-нибудь придумаем, да, Татьяна? Ой, обязательно, Анна Ивановна, большое спасибо за участие в нашей сегодняшней встрече, это всегда очень полезно для нас. Сюрприз, как и говорили. Для многих преподавателей же заставляют писать, писать, писать не только статьи, но и давайте учебные пособия, давайте учебники, давайте монографии, как можно больше, как можно дальше, и, конечно, это вопрос, который встает очень и очень, потому что со многими вещами приходится сталкиваться на практике, когда в этом не понимаешь вообще ничего, потом очень тяжело бывает как-то войти в эту колею. Вы знаете, вот я сейчас готовила вот какое-то сообщение к этому вебинару, поняла, что на самом деле есть что сказать-то и есть и больше сказать, то есть это какой-то должен быть алгоритм работы с созданием и действительно этому можно научить, поэтому не стоит замыкаться в себе, я думаю, что мы обязательно расширим эту тему и сделаем вот этот процесс оформления, подготовки книги таким легким. Я думаю, что это будет очень и очень правильно. Все, я прощаюсь с вами, больше не сегодня и говорим. Обязательно, Анна Ивановна, не прощаемся, во-первых, в пятницу у нас с вами обзор новинок, кстати. приходите, приходите все, кто был на этом вебинаре, приходите, я вам расскажу, что мы наоформляли. И на следующий год обязательно, наверное, эту тему продолжим. Спасибо большое, Анна Ивановна, мы вас отпускаем в рабочий процесс, удачи вам на вашем редакторском непростом поприще. Спасибо.